Добрый день, коллеги! Тема сегодняшнего нашего выпуска – теплоизоляция. И сегодня мы постараемся вам рассказать и показать, как это сделать правильно и так, чтобы тепло в вашем доме сохранялось на долгие годы, а жить в нем было комфортно. А поможет мне в этом наш технический специалист Роман. Добрый день, Роман! Добрый день, Марат! Итак, чем мы сегодня займемся? Мы сегодня поговорим о том, как утеплить дом, точнее утеплить фасад здания мокрым способом. Что же такое утепление мокрым способом? Это комплексное утепление фасадов, включающие в себя приклейку теплофиксационных плит, фиксацию ее на дебеля и нанесение защитно-армирующих условий с последующей покраской. Интересно, а долго ли простоит такая система? В России этот срок регламентируется не менее 25 лет. Сейчас есть более лучшие сведения, более 35 лет. А, да, но тоже дает гарантию. Для получения гарантии нужно выполнить монтаж мокрым способом полностью по рекомендации фирмопроизводителям и, соответственно, сертифицированной бригады. Что же используется в качестве утепителя на фасад? Используется не горючая каменная вата, базальт от плита на синтетическом связующем. Каменная вата должна быть сертифицирована для многослойных систем мокрого титра. Такая, например, как пенопласт. Роман, я знаю, помимо базальтой ваты, на фасадах используются еще и пенопласты. Что в этом случае лучше, пенопласт или каменная вата, все же? До сих пор продолжается спор, что лучше каменная вата, либо пенопласт. Можно сказать однозначно, что оба этих материала являются теплоизоляционными. Но в этом случае применение пенопластырола в некоторых случаях ограничено. Ограничено оно противопожарными нормами. Это в данном случае применяется противопожарная рассечка из каменной ваты на фасаде с применением пенопластырола. Чем принципиально отличаются два этих материала? Первый – это паропроницаемость. У пенопластыролок паропроницаемость низкая, у базальтой ваты она намного выше. Оно примерно раз в 6. Еще важный показатель – это звукоизоляция. Каменная вата является звукоизоляционным материалом в составной улице, а пеноплата в данном случае не будет являться звукоизоляционным материалом. И самый важный момент – это стабильность размера. Иногда, когда в фасадных видах приходит пенопластырола на непосредственный монтаж, они имеют уже испорченную геометрию. А каменную вату как нарезают на станке ровно, так она и выходит. Роман, ну и главное, наверное, надо добавить про горючесть. Каменная вата в этом отношении очень сильно выигрывает. Пенопластырол является горючим материалом и поддерживает самостоятельное горение. Соответственно, каменная вата выдерживает температуру до 1000 градусов и является полностью негорючим материалом. Давайте это наглядно продемонстрируем. Роман, возьми вату в руки. Ну что, не жжат руки? Нет. По-моему, все очевидно. Роман, а по стоимости? Да. У пенопластырола стоимость несколько ниже, чем у каменной ваты. Дом из каменной ваты несколько выигрывает, если смотреть на несколько лет вперед. Ну а тут каждый выбирает свою. Ну что ж, Роман, не более-менее все понятно. Давайте перейдем к процессу монтажа. Давайте. Вот на этих моделях, Роман, мы и проводим наше обучение в учебном центре. Давай сегодня здесь покажем, как монтируют штукатурный фасад с издлительным термопластом. Хорошо, давай. Роман, а какой инструмент нам потребуется в процессе монтажа? Инструмент для монтажа штукатурных фасадов требуется простой. Это вот такой 100-мм, либо 80-мм шпатель. Вот такой вот из нержавеющей стали терка зубчатая. А какой ширины зуб должен быть на терке? 8-10 мм. Еще что? Далее нам требуется вот такая кисть, либо кисть макловица для нанесения грунтовки. Вот такой вот нож для нарезания сетки армирующей. Вот такая вот пластиковая терка для нанесения и формирования структуры. Далее это обычный молоток. Обычный молоток для того, чтобы забивать дюбеля. Соответственно, перфоратор с буром равной длине нашего забивного дюбеля. И вот такая вот мешалка для... Да, вот такая мешалка для штукатурных растворов. Бетон-мешалка в данном случае не используется для растворных клеев. Роман, какие же дюбеля нужно использовать для дополнительного крепления укиплителя технофаз? Дюбеля для крепления технофаз мы используем с термической головкой. Иначе, если использовать дюбель без термической головки, то фасад через несколько лет эксплуатации будет выглядеть как леопард или леопардная шкура. Почему на фасаде появляются так называемые леопардовые пятна? Сам дюбель является... сам стержень дюбеля является металлическим. И при протыкании насквозь утеплителя распорная зона его находится в кирпичной кладке. И стержень металлический является мульским холодом. Соответственно, переход тепла наружу, на оштукатурную поверхность, когда на улице минус 20. Соответственно, в этом месте возникает тепловое напряжение и выпадает конденсат. Соответственно, он начинает ржаветь и получается ржавое пятно. Соответственно, дюбель должен быть правильным. Он должен иметь термическую головку. Тогда наш фасад после многих лет эксплуатации будет выглядеть красиво. Роман, как правильно подготовить основание? Основание должно быть подготовлено следующим образом. Первое, это смотрится на наличие выступающих частей. И, соответственно, штукатурки. Штукатурки, каких-то кирпичей выступающих, проволоки. То, что отбивается, нужно отбить. Ну, примерно вот таким образом. А далее смотрим, провешиваем наш фасад на наличие отклонений. То есть, вот, в принципе, это отклонения по нормативу до 4 мм. Если же отклонения более, вот там здесь, да, более чем 4 мм, то эту часть мы должны вырвать специальным штукатурным составом. Если же у нас существуют какие-то выщребленные, вот по типу нашей, то, соответственно, эту часть мы тоже должны подготовить, заштукатурив специальным штукатурным составом. Ну и все, основание, как только мы все это готовим, основание будет готово для монтажа штукатурного фасада. Я так понимаю, сейчас мы будем подготовить основание, то есть, заштукатурим вот эту часть. Да, включен, приемно. Приступим? Да. Давай, 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 немножко покобачим. Давай попробуем. Вот так, вот так можно. Ну вот, подготовка поверхности завершена. Ну и теперь, наверное, ее нужно прокрутовать? Да, совершенно верно. Для этого используем нашу грунтовку и нашу кисточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, примерно до такого состояния мы доводим первую нашу часть. Основание высохло, прошло 24 часа, и теперь можно приступить к монтажу теплоизоляционного слоя. Да, совершенно верно. Роман, скажи, пожалуйста, как выбрать толщину слоя теплоизоляции? Этот вопрос, наверное, волнует всех. Да, совершенно верно. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается по теплоизоляционному расчету, который проводит проектировщик. Я знаю, на сайте tm.ru есть такая программа, где каждый желающий выбирает свой регион, в котором проживает, выбирает тип применения конструкции и легко и просто рассчитывает толщину слоя теплоизоляции, которая ему минимально необходима. Да, совершенно верно. Роман, каким способом приклеивается плита технофаса на наш фасад? Приклеивается двумя способами. Это контрно-мычковым и сплошным нанесением с помощью зубчатого шпателя. Хорошо, тогда давай я покажу, как клеится зубчатым шпателем, а ты контрно-мычковым способом. Хорошо, но прежде плита грунтуется. Грунтуется тем же самым клеевым составом, что и наносится при приклейке. Если этого не сделать, то без огрунтовки плита просто-напросто останется чистой и не приклеится на фасад. Хорошо. Ну что, начнем тогда. Наносим клей и сдавливаем, разравниваем. Вот смотри, Марат, вот такая поверхность должна получиться у тебя при огрунтовке. Хорошо, давай попробуем. Нужно еще важный момент учесть. Клей не должен доходить до конца плиты примерно на 5 сантиметров. Вот так выглядит прогрунтованная плита. Сейчас для того, чтобы тебе нанести зубчим шпателем, тебе нужно наложить раствор и такими же движениями, но перевернув шпатель, нанести по всей поверхности. А я, соответственно, буду наносить контрно-мычковым способом. Причем отличительная особенность этих двух методов. Почему у меня тонким слоем получается, а ты накладываешь такими большими шпатками. При моем нанесении эта поверхность с отклонениями фасады более чем 25 миллиметров. При твоем нанесении это достаточно ровная поверхность до 4 миллиметров. Ну, вот так, Марат, будет получаться в твоем случае. В моем же случае вот так будет выглядеть замыкающий контур, который мне необходимо будет вот таким образом разомкнуть на фасаде для того, чтобы появились вот такие вот разрывы, для того, чтобы выходил воздух. Это называется контур. А сейчас я нанесу маячки. Маячки – это обычные плюшки, которые будут раздвигаться, то есть сжиматься по мере того, как я буду давить на фасад. То есть все, твоя плита готова к приклеиванию. Да, и твоя плита готова к приклеиванию. Роман, кем разромонтировать первый уровень плейки? Для того, чтобы осуществить ровную приклейку, необходимо выставить уровень. Делаем это при помощи профиля. Роман, а на какой высоте мы будем устанавливать уровень? Нормативно предусмотрено 400-600 миллиметров в цокле. На какую высоте мы это выберем? Это у нас 400 миллиметров. Хорошо. Нижнюю поверхность плиты тоже необходимо защитить. Да, перед началом установки плит необходимо выполнить конверт вот из таких кусочков сетки. Для того, чтобы можно было заармировать нижнюю поверхность плиты. Наносим клей на стену и втапливаем в него сетку. Все это дело разравниваем. После чего этот конверт будет подворачиваться на плиту. То есть, такие же мы должны сделать сверху. У нас достаточно ровное основание, поэтому мы нанесли зубчатым шпателем. Сейчас приклеиваем плиту. И проверяем уровень. Отлично. Вторую плиту ставим с разбежкой швов. Так называемый Т-образный стык. После того, как клей высохнет, мы начнем дебилирование. Дебиля в этом случае нужны для того, чтобы сделать дополнительное закрепление. То есть вес плиты будет держать на себе клей, а дебиля будут служить для ветровой разгрузки. Роман, почему нельзя оставлять зазор между теклетриками? Зазор является мощностью холода, и поэтому нет сплошной теплоизоляции. Если такой зазор возник, его необходимо заполнить тем же самым теплоизоляционным материалом. Этот зазор ни в коем случае нельзя запенивать. Вот и подходит к концу наш теплоизоляционный слой. Прежде чем мы поставим третий ряд, нам необходимо будет выполнить вот такой усиливающий элемент. Усилит нашу защитную штукатурку. Итак, Марат, мы подошли внутренним углом. И с чем же мы здесь толкнемся? Здесь необходимо выполнить перевязку швов точно так же, как перевязка кирпичной кладки. То есть? То есть необходимо утопить дальнюю плиту вперед, а на нее сверху... Следующий уровень уже пойдет поверх нее. Поверху, да. Совершенно верно. Мы подошли к внешнему углу. Точно так же, как и во внутреннем углу, мы делаем перевязку. Только есть одна особенность. Вот на эту часть клей не наносится. Прямыми участками мне более-менее все понятно. А как быть с кривленейной поверхностями? Например, полукруглыми эркнерами. Неужели мы будем загибать там жесткую плиту? Нет. Загибать жесткую плиту мы не будем. Для этого существует плита технофас ламельный. Она очень гибкая, легко гнется, но при этом сохраняет свою жесткость. Да, достаточно жесткий. Ну и, наверное, технология монтажа должна быть специальной. Нет, все аналогично. Грунтуем, наносим зубочным испателем и приклеиваем. Технология не отличается от традиционной и очень простой. Технология аналогична. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Роман. Единственное отличие от диблирования здесь происходит сразу. Наш клей высох, мы можем приступить к диблированию. И какое количество крепежей нам нужно установить на одну плиту? На одну плиту часто устанавливают пять или шесть крепежей, в зависимости от краевой зоны. У нас зона не краевая, и мы поставим их пять штук. Они крепятся в тело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая схема крепления дибелей. Дибель крепится непосредственно в тело, отступая 100 мм от края. В центр мы здесь крепим один дибель. Это рядовая зона. Крывая зона, в центр мы закрепим два дибеля. Хорошо, давайте крепить. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разберем примыкание к иконному проему. Здесь, в избежании расцветкивания защитного слоя, плиту вокруг окна необходимо подрезать Г-образно из целой плиты. Выставляем плиту и прочерчиваем по окну линию разреза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Режем обычной ножовкой. Вот угол и готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нельзя допускать, чтобы стык плит приходился на угол проема. Минимальное расстояние 150 мм. Вот как раз у нас такой случай. Чтобы соблюсти правила стыковки, после монтажа выполним дополнительную подрезку. То есть вырежем кусок плиты и вставим так, чтобы убрать стык с угла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все проемы являются опасными зонами по растрескиванию защитного слоя. И перед нанесением нам необходимо выполнить различные усиления, чтобы этого избежать. Для того, чтобы через примыкание окна не попадала влага под утеплитель, монтируем профиль примыкания. Он же предотвратит загрязнение оконной рамы во время монтажа. Отрываем защитную ленту и клеим ее к оконному блоку. Затем убираем защиту с липкого слоя, на который монтируем защитную пленку на окно. Далее на откос наносим клеевую массу. Втапливаем в него сетку с профиля и легким движением формируем откос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Усиление углов на проемах при помощи косынок. Из сетки вырезается плотно размером минимум 200 на 300 мм. Основание под косынку грунтуется. Зубчатым шпателем наносится клей. И в него втапливается сетка под углом 45 градусов на угол оконного проема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На внешних углах утеплителя в проемах тоже нужно усиление. Поверхность грунтуется клеем под установку углового профиля и монтируется на все выступающие углы. Профиль подрезается так, чтобы сетка на углу имела нахлёст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может получиться, что иногда придется стыковать сетки. Сейчас я покажу, как это сделать безболезненно. На 100 мм подрываем сетку от уголка. Срезаем 100 мм. И возвращаем сетку на место. Далее прикладываем. Ставим ее в створ. Вот таким образом стыкуем ее. Накрываем сеткой. И наше соединение продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стыкуем, Марат. Стыкуем. Сдавливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Перед армированием вату грунтуют на асдир клеевым составом. Для внутреннего угла мы подготовим сетку шириной 200 миллиметров, а длиной на всю протяженность угла. Эта сетка втапливается в слой раствора до защитного слоя. Далее, первым делом подворачиваем наши конверты и не давая высыхать этому слою, наносят зубчатым шпателем основной слой. Сверху вниз раскатывают сетку и втапливают в клей. Цементный клей это агрессивная щелочная среда и обычная сетка там просто растворится, поэтому применяют щелочистойку в фасадную сетку плотностью от 165 грамм на квадратный метр. Да, это так. Следующее полотно стыкуется с нахлёстом не менее 100 миллиметров. Не давая высохнуть этому слою, затирают шпателем поверх сетки еще одним слоем клея. Выжидаем 24 часа и приступаем к зачистке фасада наплыва в клее. После этого наносим грунтовку. Даем подсохнуть 8 часов и приступаем к нанесению декоративного слоя. И вот мы подошли к финишному утеплению нашего фасада. Наносится декоративная штука только вот таким металлическим, а формируется фактура вот таким пластиком, теркой. Хорошо, давай попробуем. Начнем? Теперь мы формируем фактуру нашего материала. Вот такими легкими движениями, не нажимая на шпатель. Вот и вся сформированная фактура. Ну что ж, Марат, монтаж системы теплоизоляции закончен. Да, Роман, теперь наш дом будет теплым и красивым. Узнать более подробную информацию, а также научиться самим грамотно и правильно выполнять систему теплоизоляции вы можете в наших учебных центрах. Запись на обучение на сайте seminar.tm.ru Спасибо за внимание. Спасибо, Роман. Спасибо, Марат. Всем до скорых встреч. Пока. Пока.